Приветствую вас, друзья! Продолжаем наше прохождение. Очередная у нас сегодня будет порция боевки. У нас идет 32-й ход уже. Честно говоря, уже не помню, сколько конкретно я пропустил. Но, одним словом, дождался я подмоги с нашей митрополией. Прислали мне новые войска. Ну, конечно, такое себе. Ну, во-первых, лечи появились вновь. Да, это хорошо. Появилось пару отрядов пехоты. Скелетоны, воины, копейщики. Еще вот такие вот стражзандрии. Появилась колесница. Еще два отряда вечных насмешников. Вот такой вот более-менее набрался у нас состав. Можно повоевать. Чем мы сегодня и займемся. Так, помимо этого, что у меня еще из интересного там? Так, это что такое? А, это и у него подпись. Боже мой, я уж испугался. Думал, что там за стек такой застрял. Дальше у нас здесь, значит, переходит перевооружение в столице, в Исуане в нашем. Два хода, да? Да, два хода. Как раз наши костяные великаны достроятся. Это все будет хорошо. Немножко просили мы по деньгам. Ну, слишком много всего строим. Вкусного, да? Вот как раз сейчас еще храм застроится третьего уровня. Мы сможем ушапти обучать. Переобучать и обучать. Это здорово. Это очень здорово. Вот. Что тут еще из интересного? Ну, как обычно, гоблины с орками все ходят к гномам. Гномы им дают леща прикурить. Вот разбитые отряды стоят. Они так и не могут с одним-единственным городом гномов разобраться. Бедолаги. А пробежники бьются с ночными гоблинами, которые приходят оттуда с озера сверху, с севера. Вот. Это тоже радостная новость. Позволяют, отвлекают от нас. Благодаря им мы продержали Зенреси, когда у нас войск не было. Хотя один раз осаждали. Я уж показывать не стал. Там был неполный стэк. К нам пришел в гости. Ну, я его победил. Они взяли в осаду. На следующий ход напали. Я их не совсем честно победил. Ну, как я конец нашими генералами выскочил. Шуганул их от тарана. Потом шуганул от штурмовой башни. Вот. Они затупили перед стенами. Ну, и мы там в три отряда лучников, плюс кидальщиков, плюс сами башни, как начали накидывать. В общем, как-то так. Как-то так и победили, одним словом. Ну, ладно. Меньше слов, больше дел. Поехали воевать. Так. Первый у нас. Ёпст. 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 Хорошие имени. Ёпст де Лануа. Ёпст де Лануа. Ну, отлично. Еще один. Сейчас Гондурасов у нас будет бегать. С этими чертовыми беглыми дворянами. Сильный юнит. Ну, у нас теперь есть колесницы. Вот как раз и попробуем, кто кого передавит. Так. Ну что, я построился, в принципе, то-то, да? Вроде бы как. Вроде бы как, а вроде бы как нет. Вроде бы да. Ну, пусть будет вот так. Итак, наши колесницы. Давайте их посмотрим поближе. Вот это прелесть. Скелетонская, да? Два скелетона коней. Внутри повозки трое скелетонов находятся. Один, я так понимаю, управляет телегой. Два лукаря. Тут он... Косы на колесах. Да. Так что должны рубить они хорошо. Ну и у них убойный, конечно. Натиск 12. Разлетаться от них только в путь все будут. Ну ладно. Пока суть доделал. Сейчас наши поработают. Надо сразу их в... Вот сюда вот попросить. Так, на наши уже попали пару раз. Бучники погрубились. Так вот. В беглых дворян работаем. Ну пока все получается очень даже неплохо. Вот здесь такую проблешину сделали, что просто обалдеть. Гвардия. Карлсона. А вот эти вот сволочи живы. Ну-ка давайте попробуем на перерез. Они по ним просто стреляют, да? Так, здесь я вынужден отступить. До нас дошли. Нехорошие дяденьки. А в чем... В чем дело? Почему вы не идете-то, боже что мой? Что-то умер? Нет, не умер. Что-то как-то они долго очень думали. Да идите твою за ногу. Пока с лечами занимался, здесь потерялся я. Ах. Ах. Ох. Ох и ах. Коница пошла вперед. Надо этих полукарей немножко потерзать. Ну и здесь кто-нибудь, помогите. Помогите кто-нибудь. Вот тут мне не нравится. Вот это вы... Это вы зря придумали. Так, вот сюда, пожалуйста. Спасибо. Слушайте, они по-моему нам все колесницы поломали. Ну, колесницы они без натистка были. С места, сходу, короче, не камильфу, да? Ох, как я их ненавижу. Как я их ненавижу. Как я их ненавижу. Тут еще наши бьют. Все, убегайте. Пока вас там собственные лечи не убили. Кино. Кино и немцы, друзья. По-другому я это не могу назвать. Короче, колесниц я лишился. Колесниц я лишился. Генерала так и не убили, да? Класс. Ну, хоть киньте в них напоследок. Чего вы стоите-то, еб-то? Вот там кого-то зафигачили. Молодцы. Только Гена все равно ушел. Утек. Утек. А вот видите, как они меня развели-то, да? Отвлекся на лече и все. И прощевайте. Целых 3% мне сожрали, сволочи. Так, иди вон, встречай. Может, удастся все-таки накрыть полководца. Ну, Гена ушел. Гена ушел. Утек. С Генами вообще все плохо каждый раз получается. Я уж не знаю, с чем это связано. Такое вот состояние, нестояние. Но каждый раз одно и то же. Гена успевает утечь. И этот еб-с тоже ушел. А значит, рано или поздно нам придется вновь разбивать его отряд этих беглых дворян. Раздражает. Город задресный. Ай, наш царь получил верность. Только вот кому верность это? Непонятно. Так, я так подозреваю, что у нас ждет бой на переправе, да? Полный стэк. Здесь целого два генерала. Плюс еще отряд беглых дворянин. Жесть какая. И еще два отряда. Ну-ка, слушайте. Пять отрядов конятся. И это хорошая возможность их попытаться зажать. Ну-ка. Он испугался и отошел. Вот это вот. Вот это неожиданно было для меня. Хотя их, в принципе-то, да, не намного меньше. Ну ладно. Конечно же, мы включим ночной режим, чтобы отрубить, отсечь подкрепление. И сразимся только вот с этим Йоганасом. Да? Три-два полководца и еще отряд беглых дворянин. Йошкин кот. Это будет больно. Плюс еще два отряда. Это будет очень больно, друзья. Прямо вот реальная попоболь. Наверное, придется нам насмешниками прикрываться в разрозненном строю, чтобы не дать до нашего тела добраться сразу. И надеяться на наши стрелковые возможности. Но бой обещает быть непростым. Поехали. Так, ну я построил, правда, тут в лесистая местность такая. Ни хрена не видать наших скелетонов. И так на фоне травы сложно разобрать и увидеть. А здесь и вообще жесть жесточайшая. Ну, в общем, как мы и собирались. Так и поступили. Впереди я поставил пять отрядов насмешников. Чтобы они сдержали первичные чаджи. Конницы супостата. Позади, точнее даже не позади, а внутри строя. Расположил пехоту. За ними наши лукари. Ну и все остальное. Главное не забыть опять про моих лечей. Ну что, поехали. Так, ну лечи уже работают. Этим я тоже показал. Все вроде как норм. Конницы, как мы видим, сразу же рванулы вперед. Давайте в этот раз не будем тупить и пошлем Тележки наши. Куда надо? Так, единственное, я вот это забыл сделать, да? Уходим. Ну что, вы затупите что ли снова? А они мимо. Слушайте, отлично. Хотя тут разницы никакой нету. Так, ну, сошлись наши Тележки. Сошлись с противником. Наши, конечно же, терпят. Ну, один отряд уже рейдеров убегает. Это, в принципе, неплохо. Здесь шестеро осталось. Вот здесь вот ополоченцы до нас дошли, к сожалению. Вот эти более-менее целые, зараза. Но нам высекли сразу 7%. Так, ну и у нас Тележки в наглую куда-то полетели. Как вас отвезти-то, боже ж ты мой. Ну, с Тележками беда. Беда с Тележками. Так, здесь вот хорошо. Здесь супостатами они с нашей пехотой сражаются. Беглые дворяне, 21 рыло. Охренеть. 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 Где меня? Вот они. Да? Я так понимаю, в основном, куда-нибудь вот сюда надо везти. Потому что оттуда вы ни хрена не стреляете. А может, стреляют, это мне только кажется. Так. И башни. У башни. Сюда вот давай, врубайся в них. Жестко. Жестко. Вот что я вам скажу. Так. Надо там помогать. Пошли на тот фланг. Лучники работают. Ох, нас закидывают. 19 на 38. Вот эти заразы какой-то фиги своей кидают. Очень страшные. Да. После этого боя можно смело снова отходить. В город. А, восстановление. А, и где мои эти товарищи? Может, вы начнете вот сюда вот фигачивать? Нет? Походу, нет. Ну и жопа пришла, да? Да, да, пришла жопа моим лечам. Давайте за них порадуемся, за моих лечей. Охрен ли я сделаю. Когда я их сюда посылал, тут целый был, была еще целая линия фронта. Теперь, как мы видим, она не особо целая. Ой, как вы задрали, монголы. Реальные монголы. С этими своими степными хренями. Весь фланг мне расфигачили. Наконец, хоть одного полководца убили. Еще налетели рейдеры. Кино и немцы. Так, ну, рейдеров мы шуганули. Хорошо. Нам бы теперь бы еще бы с этими кастратами разобраться бы. С беглыми. Конечно, и с лучниками надо разбираться. Со всеми надо разбираться. Так, этих мне убили. Да, убили. Мечей моих. Минуса нуля. Конятся, как всегда, через жопу. Ничего не видать. Так, ну, вроде, неплохо вошли здесь в пыль. Так, мои кидальщики. Можете вот сюда вот? Ой-ой-ой. А, вы уже откидались. Сорям бы там. Коль откидались, тогда сорям бы. Так, ну и что мы тут видим? Мы видим, что мы вроде как побеждаем, да? Что-то мои гиганты мысли-то. Блять, вот суки, а. Я их другим словом назвать не могу, а. Вот нашли вот мягенькое место, ублюдки. Я ведь теперь не отъеблюсь. Уже извиняюсь за мой французский. Вы как-то можете там все вместе собраться и надавать вот этим ублюдкам, нет? Ну, задрали, честное слово. Я и только отремонтировал эту мою хрень. Ну, походу, Гена бегает в одну харю. Только они хер убиваемые. Ну и что, убили? Еще бы видно было бы. Так, фигней страдаете. Вы туда летите, а вы туда летите. Мы так-то победили, конечно. Но полуармии мы здесь оставили. Жесть. Просто жесть. Ну, сами видите, пехота вообще не к черту у меня. Личей снова лишились. Но им не повезло. Просто не повезло. Они могли бы выжить. Если бы я их на другой фланг послал. Но чего не случилось, того не случилось. Ну, хоть одна у Гена убили. Да и отряд тут тоже разбили. Так, хорош. Слышь, хорош стрелять. Тут теперь и без вас обойдутся. Вот эта тварь убегает, мразь. Чтоб тебя кони драли. Выродка. Так, ну здесь мы уже никого, наверное, не догоним, да? Вот этих только, если они сами к нам идут. Ополученцы с вужами, копейщики. Надеюсь, вы в стойку не встанете. И мы вас просто прочарджим. А, теперь вы убегаете, да? Нет, теперь поздно убегать-то. Теперь уж извините меня, я с вас скальпы сниму. Ну, такое себе. Такое. Можно было бы гораздо лучше. Теперь надо соваливать, соваливать. 650 я лишился. Класс. Просто класс. Ну, а чего хотели? Они эти купи-метатели. Пик-метатели. Друтика-метатели. Как ни называй. Они всего-то 5-7. 5-7! Ну, я-моё. В некоторых модах крестьян сильнее, чем эти скелетоны. Так что тут удивляться совершенно нечему. А мы еще до кучи отойти не можем. Нам вот эти вот весы мешают. Так что нам придется еще и этот отряд разбивать. Ё-моё. У меня, блин, уже и лечей нету. Охренеть. Ну, поехали. А что делать? Ну, работаем. Стрелки 96, да? А, вы убежать хотите? Все как обычно, да? Где там мои скелетоны-то? Где-то вообще они ломанулись в непонятное место. Так, ты, пожалуй, отмени. А, и сейчас они развернутся и будут нас встречать, да? Ну, как я мог подумать о вас обратно, да? Все же логично. Все же логично. Ну, на 11%-то мы им высекли. Эй, все мимо. Эй, все мимо. Шо ж ты? Какой я нехороший. Так, а вот здесь вот мы им хорошенько наваляли с луков танцы. Смотри, они убегают в ужасе, в панике. Нам остается только их догонять и их принимать. Так, вот здесь не совсем хорошо. Лучников осталось уже не так, чтобы много. Интересно, к тому моменту, когда я их догоню, они перестанут поступать, как это обычно бывает? Или сегодня меня ждет что-то новенькое? Ага, ну да, 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 да. Я знал, я знал этот фокус. Я его, я его предусмотрел. Так что, хер вам, засранца. Это у них любимый, любимый фокус-покус, отвлекающий маневр. Ты на него покупаешься, и они тебя зажимают и убивают. Ладно, пускай снова сходят в атаку. Я не против. А вот еще отрядик убегает. Там отрядик убегает. Мы пока что потерь почти не понесли. Хотя, как не понесли? Вон, 2% уже убили. Убили. Это кто это у меня убегает? Ага, опять палками мы застращали. Хорошо. Кстати, надо бы этих попользоваться. По идее, там. Где у меня? Иди сюда. Упс. И они все убежали. Хорошо. Ты приказ понял, катапульт? А катапульт... Надеюсь, что да. Так, догоняй и убивай. Тут тоже догоняй и убивай. Все, осталось только дожрать. Ну вот, сука же, блядь. Пять раз нажал тебе отмену приказов. Нет, один хер он снос захерачил. Вам хоть не попало. Монголуец сам. Как так можно? Ну все, ладно. В этом бою без особых... Потерь обошлось. И то эти сволочи пытались заманить меня в ловушку. Негодяи. На один хрен нам теперь только отступать. Других вариантов нет. Так, здесь все. Еще всех пойдемте догоним. Я хоть не заметил трогих. Ну ладно. Живите. Щеглы. Расскажете о нашей победе. Ну вот, как-то так. 17 потерял. Конечно же, казнить. И надо отсюда деру давать. Если нам еще получится эту деру дать. Да. И надо подкрепление свать. Кого я тут могу послать? Да пока никого. Надо ждать на следующий ход. Четыре отряда пошли. Кино. Кино и немцы, друзья. Давайте сделаем еще ходик. Итак, жрецы у нас в очередной раз уничтожены. И жрецы лечея в очередной раз появились. Это меня радует. Так, четыре отряда я нанял. Войска наши доблестные отступают. На самом деле, что тут? Что-то надо посылать на переобучение. Что-то, наверное, надо собрать как-то вот так. Что мы можем переобучить? Лежка-то опульту. Печалька. Печалька. Ну, вообще, вот мастерской кости делаем. Тогда сможем больше всего производить здесь. Кстати, жреца можем нанять. Давайте. Нам, помимо этого, наверное, лукаря. Да, лукаря. Прямо вот эти два отряда пускай тащатся в обратку. Так, а здесь, значит, четыре отряда. Появились катапракты. Появился отряд скелетов воинов. Появилась еще одна колесница. Два отряда конницы. Даже три отряда конницы. Ну, так много, наверное, мне не надо лучников взять. Насмешников взять. И вот такой полстэка. Полстэка. Побежала, побежала. Так, старайтесь. То, кстати говоря, довольно-таки много всего. Во-первых, в осуанях. Храм Богов Нейхару завершил строительство третьего уровня. И теперь я могу нанимать вот этих красавцев. Ушапти. Ушапти. Ну, это отличная новость. Только вот они стоят четыре тысячи. И у семьсот содержания. Это, конечно, не так здорово. Есть еще такие же у Шапти лучники. Но они, блин, их всего тридцать семь. То есть, это не совсем понятно, имеет ли смысл. Девенадцать дальний бой. Конечно, мощно. Учитывая, что наши обычные лучники семь. А эти двенадцать. Но этих-то, блин, за сотню. А этих тридцать семь. То есть, оно то на то и выходит даже меньше. Ну, в ближнем, ближнем бою они, конечно, себя неплохо проявят. Но, опять-таки, не сравнить с просто Ушапти. Так что, на лучников Ушапти брать смысла-то особого нет. Тем более, что они стоят пятак. Содержание косарь. Вот просто Ушапти, да. Это я не спорю. Так, и вообще, мы пока воздерживаемся, переобучим. Пока переобучим. Что по строительству? Давайте подумаем. Ну, на самом деле, наверное, что-нибудь такое бы. Дешевого я хотел сказать, но дешевого нет вообще. Ну, опыт лукового. Ну, смысл какой. Ну, вот это, наверное, за четыре тысячи составной доспех можно взять. Я думаю, нам пригодится. В луксоре построился рынок рабов. Больше здесь строить вообще нечего. А, поскольку население не растет, то и следующего уровня этого поселения мы никогда не увидим. То есть, как бы, все. Ха-ха-ха. Приехали. Финиш. Луксор. Финиш. Ладно. Так, серебряное копье. Построили очередной уровень этой хрени. Ну, наверное, пора все-таки заложить шахту. Плюс 400, да. Ну, самое интересное, что она вот здесь никак не отображается, эта шахта. Вообще взмолим. У меня вот здесь построена шахта гномов, по идее. Плюс 400. И здесь она, вот эта шахта. Вот он, 456. То есть, они как-то между собой перекликаются, что ли? Непонятно. То есть, по идее, если это был бы следующий уровень шахты, то нам бы, вот здесь бы появился бы прозрачная кирка, которая показала, какой прирост денег это даст. А так вообще в ноль. А тратить 6 тысяч? На непонятно на что. Желания особого у меня нет. Так что я, наверное, вам вот за полторы тысячи храм строить и не выеживаетесь вообще. Все. Ничего не знаю. Так, плюс верность. Богатейшая держава. Ха-ха. 5 тысяч. Ну, не 5, у нас было 12 или 14. Ну, неплохо. Неплохо. Итоги хода. На первое место по финансам. Это, конечно, смешно. Производство третье. По всем остальным параметрам мы в глубокой жопе находимся. По войскам так вообще на последнем месте. Жесть. Все сильнее нас. Это, конечно, немножко обидно. Так, и здесь вот пока не забыл, надо взять вот этих вот героев золотопогонных и тоже отправить на переобучение. Так, с этим все понятно. Единственное, что я вам забыл сказать сразу, это был объявлен поход во славу Сигмура, Сигмура, по-моему, Сигмура. Вот. И тут собрались всякие разные имперские засранцы, вассалы и, короче, бьют лицо бедным несчастным в вампировом Сильване. Но они вообще-то держатся. Да, они, честно говоря, не особо нападают. Они вот здесь собрались. А возле крепости крови поставили себе шатры. Вот. И я так чувствую, бухают там, по-черному развлекаются, турниры устраивают, всяких там, пейзанок ловят. Вот. Потому что по-другому, как объяснить, какого хрена они, третий или четвертый ход стоят здесь в полном составе, и нихрена они делают, я, честно говоря, не могу. Тут не так, чтобы много войск-то, этих самых вампиров, чтобы... Чтобы это... Я не боюсь зла, ибо я ужас моих врагов воплоти. Ну, я так и подумал, что ты ужас летящий на крыльях ночи. А-а-а, короче, друзья, вот такая здесь интересность происходит. Я одним глазом наблюдаю. Но пока ничего такого особо интересного. И няма, и няма. Так, что мы еще будем делать с вами? Так, вы идете, и вам еще долго идти. Ну, наверное, давайте сегодня успеем еще ходик сделаем один. К нам вроде как сопостат особо не рвется. Ну, и так, очередной ходик. Понабежала к нам тут масса народа. А мне подумалось, не совершил ли я ошибку. Совершил. Правда, она не такая, чтобы страшная. Я костяных великанов забыл в городе. В столице в нашей. Это, конечно, меня опечалило. Так, Зенрос, жреца, нанялся. Вот, надо его достать. Идиот здесь вот, поламуть в воду. Молодец. Молодец. А, они у меня только построились. Ешкин кот. Тогда все правильно. На, потеряли мы звание богатейшей державы. Ну и ладно. И сморкался я на вас. Вот. Ну, тут здесь не очень хорошо получается. Нас встретили. Да, приперся к нам полустэк. Фриц Дерштольце. Родственник правителя. О, с этими, с людоедами. Ух ты ж. Ух ты ж. Ух ты ж. Ну и здесь еще подошло. Ох, и еще одни людоеды. О, наш старый знакомый Йопст. Йопст нас не бросил. Йопст пришел. Скотина злая. Ну, здесь очевидно, что я буду атаковать вот этих, вот эти разрозненные отряды. На этих нападать не буду. Буду скрываться в городе. Ну и будем ждать, наверное, подкрепления, когда оно подойдет. Возьму еще костяных и великанов. Идите сюда. На следующий ход мы, значит, сообъединимся. Вот здесь в лесу спрячусь. Спрячусь? Не спрячусь? Наверное, не спрячусь. Да? Ну, если даже они в наглую пройдут дальше, попытаются протековать мое подкрепление, я просто от них отступлю и все. Это ничего страшного нет. А в следующей серии я постараюсь с какими-то круженными путями объединиться и уже тогда ударим вновь по противнику. Противник постепенно войска тратит. Они активно воюют где-то вот здесь. Я так понимаю, с боблинами, что ли. Не знаю с кем. Но с кем-то они воюют. У них постоянно войска туда уходят. Вон в район Мюнцига. Вот они вот только-только сейчас ушли. С нахрена они туда идут? Я не особо знаю. Но пока что... Пока что нам это на руку. Так что, друзья, вот такая серия. Особо интересно. Вот вроде ничего. С другой стороны подрались. Вроде бы неплохо так. Ну и надеюсь, в следующей серии уже будет последняя у нас смачные такие боевки. Ни о чем. И дальше уже приступим к захвату городов таки, наконец. К разорению, грабежу, насилию, убийствам. Короче, все как мы любим. А на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайкосы, пишите комментосы. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok